Всем привет! Если вы не впервые у меня в гостях, то наверняка знаете, что на моем канале регулярно выходят видео о бюджетных находках. Но я так подумала, что за 4 года скопилось слишком много отдельных роликов и нет ни одного, в котором я показала бы все самые любимые средства из доступного сегмента. Поэтому сегодня давайте поговорим о бюджетной косметичке с нуля и давайте по порядку. Первая категория, которую мы рассмотрим, это тональные кремы. Я буду очень коротко говорить о каждой баночке, иначе мы тут с вами проведем не одни сутки. Итак, при выборе любого средства для лица мы с вами заранее должны определиться, что именно мы хотим получить в результате, какой финиш, какую плотность покрытия и какую стойкость. Я для своего типа кожи и также образа жизни выделила две категории. Первая, это в основном легкие бибикремы или сисикремы, которые практически ничего не перекрывают, они просто увлажняют кожу, дополнительно ухаживают, чуть-чуть что-то там корректируют, они не слишком стойкие, но для повседневного использования мне этого вполне достаточно. И здесь мне хотелось бы выделить несколько средств. Первая, самая легкая, которая выполняет все то, что я только что перечислила, это бибикрем от марки Кико. Он идет с химическими SPF 30, он хорошо себя ведет в теплое время года, и даже если он где-то стирается, то ни вы, ни окружающие этого не заметят. Если у вас такая кожа, которую надо чуть больше корректировать, где-то покраснение, где-то небольшие пигментные пятна, и вам нужно что-то более плотное, не застывающее и комфортное, то, конечно же, обратите внимание на разные корейские бибикремы. Мне сейчас очень нравится вот этот от бренда Misha, это линейка Signature, у него влажный финиш, у меня номер 23, и он очень хорошо подстраивается под мой оттенок кожи, он сегодня у меня на лице. И, не знаю, кто-то говорит, что он сероватый, я ничего такого не заметила, плюс уходовые свойства, в общем, я в восторге. И также мне очень нравится тональное средство от марки Rimmel с похожими свойствами, сейчас оно, к сожалению, у меня закончилось, линейка Match Perfection, ссылку я оставлю внизу. Теперь переходим ко второй категории, это сатиновые, застывающие, стойкие тональные средства, которые выглядят живыми на коже, то есть они не дают, вот знаете, такого матового мертвецкого финиша, наоборот, выглядят очень красиво на лице, скрывают недостатки, они не западают в поры, они не проваливаются в мимические морщинки. У меня кожа скорее нормальная, потому что сухой она бывает крайне редко, если какие-то, не знаю, перелеты, переезды, только в таких случаях, а так я стараюсь за ней ухаживать, я говорю с перспективы нормальной кожи, скажем так. И первое средство, я сейчас никого не удивлю, это марка Everline, да, как только я попробовала это тональное средство, оно сразу же стало моим фаворитом среди всех, и бюджетных, и небюджетных, у меня аж голос садится. Я знаю, что многие мои зрительницы купили это средство после моей рекомендации, остались очень-очень довольны, так же, как я, но с ним есть две небольшие проблемы. Первое, это оттенки, если вы белоснежка, то скорее всего ничего не удастся подобрать. У меня тон 0,10, и сейчас он мне подходит идеально, но более светлый 0,5, он прям слишком розовый, я никому его не советую, я даже не представляю, к какому оттенку кожи он может подойти. И второй момент, это то, что девочки из Украины писали, что к вам он пока что не доехал. Мне кажется, что это вопрос времени, потому что это такой хит в Польше, и тоже в тех странах, где он продается. Так что наберитесь терпения, и я тоже держу кулачки, чтобы это чудо к вам доехало, которое стоит буквально 10 долларов без скидок. И еще из категории стойких тональных кремов с хорошим покрытием, мне до сих пор нравятся вот эти два. Первый от бренда Astor. Я долгое время не могла ничего похожего найти, но сейчас мне кажется, что у Rimmel есть похожий тон с красной крышечкой. Тоже присмотритесь к нему. И второй, по-моему, продается только в Польше, линейка Age Perfect от L'Oreal. Мне нравится, что он дает эффект холеной кожи и тоже стойкий. В общем, просто обожаю. Следующая категория, это корректоры и консилеры. И тут вообще все сложно. Я собираюсь снять отдельное видео на эту тему, в котором расскажу и покажу все-все, что у меня есть. Потому что есть масса нюансов. Но если рассматривать именно масс-маркет, то мне кажется, что сейчас у Maybelline самый такой интересный, обширный ассортимент консилеров. И каждая девушка и женщина подберет что-то для себя. И вот еще год тому назад я купила консилер Maybelline Fit Me. И я заметила, что пару месяцев тому назад он уже появился в Украине. Все продукты, которые я сегодня упоминаю, я перечислю в инфобоксе. Не забывайте заглядывать на Makeup.ua. Там вы найдете самые горячие новинки ваших любимцев по доступным ценам. Я, как обычно, рекомендую вам этот интернет-магазин. Также он сейчас представлен на российском рынке. Это Makeup Store. Поэтому некоторые самые популярные польские бренды и то, что на топе здесь у нас, вы можете купить с доставкой в Россию. В любую часть. Вот одна моя зрительница тоже писала, что она живет так далеко, что даже некоторые российские интернет-магазины не доставляют. А Makeup доставили все очень-очень быстро. Поэтому теперь можно сказать, что в России также появился Makeup Store, который будет радовать своих покупателей. И вот что касается Maybelline Fit Me, то я очень люблю его использовать, потому что он увлажняющий. Он неплохо перекрывает синюю под глазами. Но когда мне хочется чего-то более легкого, я выбираю вот этот от марки Paisa. Он имеет светоотражающие частички, он хорошо увлажняет, но он не такой стойкий, как, к примеру, Fit Me. То есть я припудриваю консилер под глазами, и тогда он без проблем держится на протяжении всего дня. Что касается вот этого друга, тоже от Maybelline, то он подойдет тем из вас, у кого не сухая кожа, потому что он все-таки немного застывает, благодаря этому не скатывается, но может немножко подсушивать. Учитывайте это, и мне кажется, что он является стопроцентным аналогом консилера от марки Nars, который стоит в разы, в разы дороже. Что касается коррекции каких-то несовершенств на лице, таких как покраснение, пигментные пятна, высыпание, то, конечно же, тут выигрывает марка Catrice. До сих пор фанатею от их консилера, точнее, я считаю, что это корректор, потому что я не советую наносить его под глаза. Он все жутко сушит, и со временем вы потом поймете и заплатите за это. Я, конечно же, шучу, если нравится, пользуйтесь, но я считаю, что это очень пагубно влияет на нежную область под глазами. Жидкий камуфляж от Catrice, я сейчас видела у них версию с тоненьким аппликатором, мне кажется, что это то же самое, только объем меньше, и по цене как бы выгоднее брать вот этот. Он чуть-чуть темнеет, поэтому не стоит хватать сразу темный оттенок, но я пользуюсь 0,20, и мне кажется, что я не покрываюсь пятнами, когда использую его, то есть он не темнеет как-то некрасиво на мне и хорошо сливается с моим оттенком кожи. Также в оттенке 0,20 у меня вот такой камуфляж, он чуть более плотный и он сухой. Если вы не хотите ждать, когда засохнет вот этот камуфляж, потому что я обычно наношу его плотным слоем на то, что хочу скорректировать, и потом жду, ну, несколько минут и растушевываю границы. Если вам нужен результат здесь и сразу, то вот этот. Может, вы не поверите, но в принципе я без проблем могу прожить без пудры на всем лице. Но вот с консилером это такое тонкое дело, что все-таки его лучше припудрить, чтобы быть в нем уверенной на протяжении всего дня. И под глаза мне очень нравится использовать пудрочку от Эльф. Она уже практически закончилась у меня. Она с небольшими светоотражающими частичками, но я не вижу здесь никаких блесток. Она не будет выглядеть как хайлайтер. Нужно брать совсем чуть-чуть и наносить пушистой кисточкой. Она получается прозрачной, не утяжеляет область под глазами, ничего не пересушивает, но и благодаря ей консилер не скатывается. Очень удобная небольшая упаковка, которой хватает надолго, если вы будете использовать только под глаза, для чего она, собственно говоря, и предназначена. И если говорить о пудрах для лица с перспективой 4 лет, за это время я перепробовала массу всего разного. Если у вас жирная или комбинированная кожа, или даже нормальная, вам просто нравится матовый финиш, вы просто обязаны попробовать пудру от ПАЭС. Я вам гарантирую, что вы останетесь довольны рисовая или бамбуковая. Они очень похожи, у них простой состав. И тогда еще у меня была сухая и нормальная кожа. В принципе, они мне тоже подходили. И консилеры я также фиксировала ими. А если вам нравится, чтобы пудра имела дополнительное покрытие, чуть-чуть скрывала поры, чтобы придавала лицу здоровое свечение, это не блестки, мы говорим чуть-чуть о другом, то до сих пор я считаю, что пудра от NYX, я вставлю картинку, как она выглядит, просто фантастическая. Вот она прям практически наравне с моей любимой MAC, которую я хвалю опять-таки на протяжении 4 лет. Теперь брови. Тут такая ситуация, если вы шатенка, холодная блондинка, брюнетка, то вам будет гораздо проще, чем такой девушке, как я, у которой теплые волосы, теплый оттенок кожи. И очень многие средства для бровей смотрятся на мне прям серыми, слегка даже лиловыми, поэтому мне приходится заморочиться. И очень часто именно в масс-маркете многие средства мне не подходят. Но есть один карандаш от бренда Catrice, который зараза заканчивается так быстро, что это просто криминал. Но оттенок у него просто гениальный. Если у вас более холодный цвет волос, то есть что-то такое пепельно-русое, то у марки Catrice есть огромное количество правильных серо-коричневых цветов, средств для бровей, потому что у них и классные карандаши, именно из классической линейки. 40-й и 30-й, 30-й более темный. И также очень нравились их тени для бровей. Потом со временем я поняла, что мне нужно что-то с таким даже оливковым подтоном. И еще у Vivienne Sabo. Я недавно вам показывала, сейчас подарила маме тоненькие карандаши. Это аналоги Анастасии Беверли-Хиллз. Вот я тут держу в руках тени для бровей от марки Han. Я их заказывала на Makeup Store, потому что они также доставляют в Польшу. У них такой правильный натуральный оттенок, номер 402. И этот же цвет вы можете использовать для макияжа глаз. Здесь так и написано, что это два в одном. У марки NYX вот такие карандаши в этом дизайне. Мне очень нравится, у них удобная форма. У меня оттенок блонд, он очень хорошо подходит. Они не слишком быстро заканчиваются, но как бы могли бы и дольше послужить. Но очень красивые оттенки и для светленьких, и для темненьких. Если у вас прям самый холодный, когда-то популярный такой оттенок, знаете, прям как седой, то у них и такие цвета есть. И для рыженьких, в общем, что только ваша душа пожелает. Еще что-то. Наверняка есть масса других средств. Vivienne Sabo сказала, сейчас буду пользоваться их гелем для бровей. И посмотрим, что из этого получится. А вот не могу сказать, что есть какой-то прям потрясающий, супер классно фиксирующий гель для бровей. Я ничего такого не встречала, потому что мне нужна вот такая термоядерная фиксация. Но от Artvisage средненький, если вам нужно что-то легкое, что чуть-чуть зафиксирует брови, то тоже советую. Очень радует, что в масс-маркете такой классный выбор средств для контурирования лица. Чего даже не скажешь о люксе, заметьте. Моя самая любимая палитра от марки Luxevisage. И если вы прям самая светленькая девушка на планете, вы можете брать вот эту палетку, все смешивать, и тогда получается прям супер натуральный контур. У меня их было несколько штук, часть я подарила подружкам, сама пользуюсь вот этой. По-моему, тон 3, он самый нейтральный, у меня тон 2, он чуть теплый. И, кстати, девочки также говорят, что вот эта пудра ничего так. Но я признаюсь честно, что я зачастую использую только вот этот темный оттенок. Но они настолько правильные, они настолько натуральные, они так, естественно, выглядят на коже, что, ну вот я говорю, что, наверное, только где-то в профессиональных брендах можно найти настолько красивые цвета. Еще у марки Vivienne Sabo есть вот эта палитра, которую я показывала в фаворитах не года, а зимой, по-моему, у меня она в оттенке, ну, точнее, это палитра 01. Мне очень нравятся хайлайтеры. Они здесь тоже такие красивые. С ними кожа такая дорогая, как отполированная. Так, стоп, мы говорили о контуре. Здесь он тоже классный. Пигментация вау. И с этой палеткой нужно уже так осторожно обращаться, наносить легкой рукой, но благодаря этому вам надолго хватит этого средства. Многое также зависит от кисти. Но я сама часто пользуюсь этой палеткой, потому что она очень-очень хорошего качества. Ну, а мой самый любимый хайлайтер, раньше он был номером один среди всех, которые у меня когда-либо были. Сейчас вот, наверное, в фаворитах лета расскажу вам о том, чем я сейчас пользуюсь. Но вот этот от Smart Girl, это белорусское производство, тоже не особо ему уступает, потому что он без частичек. Он так красиво выглядит на коже. И я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Вот просто наносишь, и кожа становится прям такой холеной. Но это не тот хайлайтер, который будет виден из космоса, как Бекка. И вот даже если его сравнивать с Беккой, то этот мне гораздо больше нравится, потому что, ну, многие хайлайтеры откровенно видны. Сейчас, мне кажется, уже вот этот тренд на контурирование отходит, и все должно быть максимально естественно. Поэтому такие хайлайтеры нам, девушкам, женщинам, в помощь, особенно если у вас на лице уже появились первые морщинки, или у вас неровный рельеф. Вот такие хайлайтеры гораздо меньше подчеркивают какие-то неровности. Поэтому, если вы еще никогда не пробовали, то напоминаю, что вот этот хайлайтер, он просто какой-то космический. И у меня, у меня номер 62. Вы очень часто спрашиваете. То есть более такой теплый, ванильный. А есть еще холодный, такой розоватый. Говорят, он тоже красивый. Но я хотела этот, он у меня есть, и я им с удовольствием пользуюсь. Несколько слов о румянах. Почему несколько? Потому что сейчас в масс-маркете есть столько хороших вариантов. Вот правда. Куда ни глянь, везде что-то можно найти. Тот же Max Factor. У них такие запеченные, очень красивые оттенки. 0,20 был моим самым любимым. Но я регулярно делаю зачистки косметики. Мне прям приходится от сердца отрывать то, что мне нравится, дабы продукция не пропадала. Итак, по-моему, мне снова надо это делать. И румяна, к которым мне постоянно хочется возвращаться, это Bourjois. Вот они тоже фантастические. И оттенок номер 34 является аналогом румян от Nars. Ну, может, не прям идентичный цвет, но это настолько близко, что на коже никто этого не заметит. Поверьте мне, и вообще 75-й и 95-й, это тоже такие очень освежающие. Но мне нравится румяна с сиянием. Также есть румяна, которые имеют более мелкие частички. Вот, к примеру, у бренда Luxe Visage. Если вы девушка с суперсветлой кожей, я еще раз это говорю, потому что я знаю, что таких тоже много и очень сложно подбирать. И тональные средства, и все остальное. То обратите внимание на вот эти. Они нежно-розовые. Luxe Visage. У них такая пигментация, что вот возьмешь кисть пожестче и нанесешь чуть больше, на мне тоже смотрится красиво. Но если вы прям такая нежная девушка, светлая-светлая, то вам достаточно взять любую, даже самую мягкую кисть вот этих румян. Это оттенок 01, тон 1. У Essence сейчас вот очень красивые. Я недавно показывала вам их. Тоже с удовольствием пользуюсь ими. Оттенок 35 Natural Beauty. То есть румяна, которые просто придадут лицу свежесть, но не будут смотреться персиковыми, какими-то розовыми. Вот они очень универсальные. Я знаю, что в Украине доступна марка Pets Y. Если вам удастся найти румяна в оттенке 0,30, берите. Если, конечно, вы не предпочитаете все прям матовое, потому что они сияющие. И, к сожалению, если есть текстура, то она может быть чуть подчеркнута, но здесь нет никаких частичек. И эти румяна очень похожи на румяна от Tom Ford. Тоже недавно вам рассказывала. И они очень красиво наносятся. Кожа с ними такая сияющая, такая здоровая, свеженькая. И сразу, ну не знаю, человек смотрится по-другому. Что касается бронзеров, то у Makeup Revolution есть такой большой бронзер. Он красивый, он натуральный, но бронзеры, они должны придавать теплый оттенок коже. У марки Catrice есть очень красивые бронзеры в стандартной продаже. Physicians Formula тоже, ну уже такой не совсем бюджетный вариант. И палетка у Makeup Revolution есть красивая с хайлайтером, с румянами и с бронзером. Что-то еще. Девчонки, просто я не могу все скупать. Но хочется также упоминать то, что мне нравилось у бренда W7. Я обязательно все еще раз перечислю в инфобоксе, чтобы вы не потерялись. У W7 есть палетка с бронзером и с хайлайтером. Вот она очень классная. Если вы живете в Польше, то у Vibo, у Lovely тоже есть очень классные бронзеры. Присмотритесь к ним, потому что я многое раздаю. Блин, ну вот жалко просто, знаете, держать это. А потом жалко, что не могу еще раз вам показать. Но вот поверьте мне на слово, что я очень долго готовилась к этому видео и перематывала в своей памяти, что же такого классного и недорогого попадало в мои руки. Тени. Тени это такой проблемный пункт, потому что я вижу разницу в дорогих тенях и бюджетных. И сейчас, секундочку, потому что я даже специально купила свою первую палетку, благодаря которой я научилась делать красивые макияжи. Я также оставлю вам ссылки на какие-то собиралки, на макияжи с палеткой Makeup Revolution. У меня Iconic 1. И она вот действительно удачная. Если даже сравнивать... У меня есть отдельное видео, где я сравнивала их с Naked. У меня была палетка Naked, но она слишком сыпалась на мне. И у меня тогда была на них аллергия. Вот такие околонатуральные оттенки. Да, возможно, у них не какая-то заоблачная пигментация. Но на каждый день этого абсолютно достаточно. Хотя я умудрялась с ними делать даже бронзовые насыщенные макияжи. Обязательно гляньте. Если я там 3 года тому назад практически ничего не умела и у меня получалось, получится и у вас, если вы новичок. Поэтому не бойтесь, эти палетки недорогие. Я сейчас купила ее на распродаже за 5 долларов. Вот эта новая, но у меня была такая потертая. Просто тоже кому-то отдала. Есть в более холодных оттенках, хотя она вот прям такая по-настоящему нейтральная. И Makeup Revolution, конечно, они молодцы, потому что тоже дали шанс обычным потребителям, у которых нет 90 долларов на палетке Tom Ford или каких-то 50 долларов на тени. Но учиться хочется, с чего-то тоже надо начинать. И я считаю до сих пор, что это неплохой вариант. У NYX есть палетка, тоже вам советовала ее. Давайте, наверное, сегодня как можно меньше NYX. Но еще раз вспомню, потому что она очень красивая и с ней получаются такие трендовые макияжи. Если не использовать вот эти оранжевые, то абсолютно нейтральная насибельная палетка, то есть тени. И вот эти вот шиммерные оттенки очень красиво смотрятся и отражают свет, получается прям бум. И что касается Эвелайн, я как-то показывала вам вот эту палетку в собиралке, делала ею макияж, она прям супер нежная. Но у них есть палетка, которая называется Burn. И если вам нравятся прям такие баба-бам макияжи конкретные, то вылавливайте ее вторую. Она с теплыми такими очень глубокими коричневыми цветами. И вот она просто хит. Это для девочек нюд, таких как я, знаете, что-то нейтральное на каждый день, чуть подкрасилась, побежала. А вот на выход потом уже... Ну хотя, вы знаете, если у вас такой же типаж, как у меня, то этого тоже будет достаточно для вечернего макияжа. Но больше советую Burn. Я сама нигде не могу ее поймать. Вот блогеры постарались. У марки NYX, вот это Cosmic Metals, ну фантастическое. Есть несколько средств NYX, которыми я пользуюсь и пользуюсь и пользуюсь и пользуюсь и буду пользоваться. Потому что они прям очень-очень классные. Вот это одно средство из этой категории. Классные тени. И да, сказала, как они называются. Оттенки вы видели. И у меня с ними тоже есть собиралка. Вы знаете, есть еще одни тени, о которых я забыла вспомнить. Специально откопала их в дорожной косметичке. Это бренд Wet n Wild. И палитра называется Bare n Beautiful. Супер нейтральная, очень классная подборка оттенков, которая спасет вас ни в одной ситуации. И в принципе даже на свадьбу ею можно накраситься. Потому что тени очень хорошего качества. Они имеют правильные оттенки, которые подойдут абсолютно всем. И нежно-розовый. И такой оттенок, который можно нанести. Не можно, а нужно нанести в складку. И в принципе можете сделать легкие смоки. И я скажу вам по секрету, что Вика Моисеева возит ее с собой в поездки. И красится именно этими тенями. А как вы знаете, у нее есть прям и супер какие-то заморские находки. И дорогие. А она ходит с вот этой палеткой. Так что я надеюсь, она на меня за это не обидится. Она у меня тоже уже довольно давно. И тени очень классные. И бронзовый цвет. И такой правильный коричневый, который не слишком холодный, но и не какой-то рыжий. И в уголок глаза вы нанесете сатиновый, нежный такой ванильный цвет. Поэтому присмотритесь, если вы никогда не пробовали ничем краситься. Или вы ищите просто удобную палетку, которую можно забросить в любую косметичку. Она легкая и они не разбиваются. Потому что я с ними уже несколько раз летала. Что касается кремовых и такого плана теней. То, конечно же, еще раз говорю о том, что Color Tattoo это очень-очень качественные кремовые тени. Особенно оттенок 35. Я очень жалею, что я к нему не вернулась. И похоже, что их то ли снимают с производства, то ли их вывозят из Польши. И надо будет где-то отхватить 35, потому что это самая красивая бронза. Которая смотрится как супердорогие тени. То есть я просто хочу, чтобы вы понимали, что не все золото, что блестит. Но есть какие-то определенные категории, которые по качеству все-таки отличаются. И простите еще раз, не могу не вспомнить о вот этих тенях от NYX. Потому что, ну как бы NYX, они не совсем бюджетный бренд. Но вот эти, это прям вот если бы запаковали в дорогую упаковку, я бы поверила, что это люкс. А потому что вот эти тени я использовала до конца. Сегодня в последний раз уже еле ими накрасилась. Это оттенок 02, розовое золото. Оттенок, который мгновенно освежает. Я без проблем растушевываю их при помощи пальцев. Они у меня держатся целый день. У меня сухие веки. Поэтому я не посоветую вам какую-то бюджетную базу, которая будет держать любые тени. Может кто-то из моих зрительниц в комментариях посоветует. Но для плавной растушевки мне нравится база от Art Deco. Она такая силиконовая, она не сушит веки. И вот из бюджетного, пожалуй, все. Я как-то особо ничего не пробую, потому что я не нуждаюсь в таком средстве. И второй оттенок таких же теней от NYX. Это 12 бронз-мираж. Практически подошел к концу. Здесь вот только на стенках осталось. Очень красивая бронза. Она и не рыжая, и не какая-то непонятная. Растушевывается так же, держится так же. И, ну, это мой любимчик. Уже столько всего о них говорила, поэтому едем дальше. Бюджетные туши. Ну, этим все сказано. Я, в принципе, не вижу смысла покупать люкс. Я с удовольствием пользуюсь тушами Luxe Visage и Vivienne Sabor. Сейчас у меня в использовании Cabaret Premier золотистой упаковки. Тоже ссылку оставлю внизу. И она меня устраивает по всем параметрам. Она не размазывается, не отпечатывается, не осыпается. И несмотря на то, что она у меня сейчас старенькая, я вот снимаю видео, и как бы под глазами все нормально. Даже не смотрела из зеркала. Я надеюсь, что все окей. Сейчас она у меня заканчивается. Даже не знаю, что я буду делать без нее. Потому что моя вторая любимица от Luxe Visage XXL, она дает супер красивые ресницы. Прям длинные до небес. И все было прекрасно. Но сейчас, по-моему, она не дружит с моим кремом под глаза и отпечатывается. Так что я вот сейчас ее не вскрываю, вернусь чуть позже. Девочки, и последняя категория – это средства для губ. И тут очень похожая ситуация с тушами, потому что масс-маркет молодцы. У них столько классных средств. Поэтому я сейчас не буду прям перечислять все-все-все. Я достала то, чем я постоянно пользуюсь. Это карандаши от Luxe Visage. Причем у меня по всем сумочкам разложены вот эти. Вот эта линейка Pin Up. Они матовые. Я очень часто использую их вместо помады. Они суперстойкие, но ими надо пользоваться. Иначе они подсыхают. Ну, можно подточить, и проблема исчезнет. Но у них также есть вот эти кремовые классические. Прям очень правильные оттенки. Luxe Visage, вообще белорусы. Конечно, вы огромные. Молодцы. Я прям искренне радуюсь за бюджетные бренды. Потому что можно пойти в магазин и, к примеру, купить даже карандаш от Maybelline. У них очень красивые такие оттенки. Приглушенный пыльно-розовый и нюдовый, чуть теплый. Я бы сказала, поэтому я его не купила. Мне хочется чего-то холодного. У Pierre Ren'a есть очень красивый холодный нюдовый оттенок карандаша для губ. Да, он не стойкий, но все равно я корректирую форму губ при помощи него. У меня штуки 4 тонн 0,7. Увеличиваю чуть губы, и тогда все думают, что я что-то там сделала. У Golden Rose замечательное средство для губ. Самый любимый, вот такой обычный номере 10. Если вы хотите стойкую помаду в пыльно-розовом, таком насыщенном оттенке, советую присмотреться оттенок 03. У Essence отличнейшие блески. Просто у меня столько всего, что я не докупала. Но я сама несколько раз ими пользовалась, вот прям до конца. И в моих проектах донышко вы тоже можете их увидеть. Если вы хотите попробовать комфортную матовую помаду, я вот сейчас пользуюсь этой. И она чуть-чуть уступает люксу, ну то есть Nars, но как по мне это то же самое, что Huda Beauty. Сейчас на меня набросятся фанаты Huda Beauty, но поверьте мне, что очень красивый оттенок 03 Belle из матовой линейки. Ну то есть это такая жидкая матовая помада. И она очень красиво съедается, прям цвет бомба. Очень многим подойдет. У Poese очень приятные кремовые помады, которыми я постоянно пользуюсь. И я помню о том, что я обещала розыгрыш, он будет чуть позже. Я собираю для вас прям что-то такое очень классное. И мой любимый оттенок это 13, здесь 14. У меня также есть помады из линейки Complimenti Pin Up, но они чуть подсушивают губы. У Люкс Визаж замечательное средство для губ. Мне нравятся их такие кремовые помады. Ну в общем перечислять можно бесконечно. У Буржуа замечательные насыщенные помады. Я вот жду, когда выйдет их осенняя коллекция, потому что там невероятной красоты. Оттенки вот такие пыльно-лиловые, пыльно-розовые. То, что я люблю, холодные такие вот прям очень красиво подчеркивают естественную красоту, но не перегружают образ. Это не как красная помада, вот прям идешь и такая леди бамп. Я не знаю, кто посмотрит это видео до конца, потому что я старалась рассказать обо всем самом любимом. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно, правда. И также это будет меня мотивировать на то, чтобы сделать такое же видео о уходе. Возможно, чуть короче, потому что я вижу, что я наснимала больше, чем полтора часа. Девчонки, я надеюсь, что видео оказалось полезным. Всем хорошего весеннего яркого настроения. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.